Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о защите молодых саженцев от комплекса проблем, которые могут у них возникнуть в течение зимы. Молодые саженцы в особенности нуждаются в защите в течение зимнего периода, особенно вновь посаженные. Ведь повреждения коры для таких растений могут быть абсолютно фатальны. Проводящая система, располагающаяся непосредственно под тонкой корой, является той важнейшей магистралью, которая проводит питательные вещества из земли через корни к побегам и в обратном направлении питание переводит к корням. Ну и воду, разумеется, тоже. Именно поэтому к молодым саженцам надо относиться буквально как к детям. В детском, молодом возрасте надо заложить мощную корневую систему, мощную здоровую надземную часть для того, чтобы впоследствии растения дали вам хороший, настоящий, ожидаемый урожай. Вот у меня здесь молодой саженец персика. В условиях Республики Беларусь персики уже неплохо вызревают, и многие садоводы-любители высаживают их у себя на участке. Однако персик все еще остается достаточно южным растением, и его кора является более чувствительной к морозам, исущающим ветрам и другим повреждающим факторам, с которыми он может встретиться в течение зимы. Кроме того, все плодовые деревья в таком возрасте особенно, но и в более старшем возрасте, в обязательном порядке нуждаются в защите от грызунов, от мышей и зайцев. Существует немало способов, рекомендуемых и наукой, и производством, и любителями по защите от грызунов. Наиболее распространенными является защита с помощью лапника. Никогда для этих целей не используйте сено или солому. Вы добьетесь от обратного эффекта. Мыши как раз туда пойдут селиться. Многие используют рубероид. Некоторые используют какие-то искусственные ткани. Старые женские колготы. Ну, что-то в этом роде. Также можно использовать спонбонд белый. Он, кроме того, защитит также и от ожогов. Есть экзотические способы защиты от повреждения грызунами. Это, например, кровь. Кровью животных, ну, говяжьей, свиной кровью, обмазывают стволики и проливают немножко вокруг. Особенно кролики, да и мыши тоже, чувствуя запах свежей крови, кровяной запах, инстинктивно избегают этого места, пугаются этого места. Мыши в меньшей степени, в большей степени зайцы. Кроме того, есть такие способы, как помазать стволик, например, с куском сала. Кролики совершенно не выносят запах этого прогоркающего жира свиного, запах этого сала. Ну, а мыши к нему абсолютно устойчивы. От мышей помогает вытаптывание приствольного круга, когда выпадет снег, уплотнение снега. Мыши тогда не лезут туда под корневую систему и не повреждают корневую шейку. Существуют и другие способы, такие, например, как обмазывание стволика мазью вишневского или другими какими-то препаратами, содержащими дёготь, или непосредственно дёгтем. Однако учёные предостерегают от подобного рода обмазываний, в том числе кризолом и подобными препаратами. Почему? Потому что всё это наносит урон коре дерева и категорически не рекомендуется для использования в садоводстве, особенно на молодых деревьях, особенно на вновь посаженных. Почему я всё время говорю о вновь посаженных? Потому что сама посадка, вырубание, выкапывание этих деревьев из земли и сама посадка, пересадка, хранение являются уже серьёзным стрессом. Именно поэтому многие меры по защите растений, которые уже давно растут в саду, не подходят для таких молодых саженцев. Даже побелка, которая традиционная побелка, например, на основе извести, мало подходит. Хотя есть способы нейтрализации вредного воздействия извести, хотя в ней есть много хорошего. Щелочной известковый раствор, густой известковый раствор, вот такая кашица, известковая, которую мы наносим, она обладает очень сильным антисептическим действием, которое может быть усилено с помощью других компонентов. Вы можете поискать видео на нашем канале на эту тему. Однако же всё-таки для молодых деревьев, находящихся в стрессе, это всё не очень подходит. Кроме того, не очень подходит, скажем, искореняющая обработка на основе медного или железного купороса, в том числе с мочевиной. Или какие-то ещё экзотические способы, или более традиционные, которые предусматривают создание крепких, обжигающих, гипертонических растворов, содержащих какие-то токсичные концентрации солей. Тоже они не очень подходят. Иногда в побелку на основе обыкновенного мела, если уж вы делаете побелку на основе мела, от повреждения грызунами стоит добавлять обыкновенный скипидар. Скипидар не обладает таким повреждающим действием, как, например, дёготь, кризол или подобного рода антисептические отравляющие вот такие вещества. Однако же, как и в случае с кровью, этот скипидар необходимо будет периодически добавлять, обновлять эту побелку, потому что он достаточно быстро испаряется и теряет свои отпугивающие свойства. Ну, есть ещё механические способы борьбы с вредителями. Например, с такими, как зайцы. Они очень боятся шорохов. Малейший звук, стук пугает их до полусмерти. Поэтому где-то на опорах или вокруг навязывают какие-то из досочек качающиеся грузики. Можно какие-то диски старые использовать. Ну, весь тот комплекс шуршащих и сверкающих каких-то мер, которые пугают иногда птиц, которые используют против двороздов скворцов при сохранении урожая, вишен, черешен и так далее. Это всё может быть от зайца довольно эффективно, но совершенно неэффективно против мышей. Подытоживая вот это всё сказанное, я хочу вам предложить один очень простой, совершенно экономичный, можно сказать, почти ничего для вас не стоящий способ, с помощью которого можно защитить молодые деревья, а также более взрослые. В этом деле большую помощь нам окажет самый обыкновенный кефир. И, собственно говоря, не сам кефир, а та посуда, та тара, в которой он находится. А именно, вот такая вот белая бутылка. Ну, в ней иногда и молоко продают, но чаще всего кисломолочные продукты, чаще всего кефир. Способ чрезвычайно прост. Он обуславливает механическую защиту молодых стволиков от повреждения грызунами, а также от яркого солнца, а также от перегрева солнцем. Именно то, что в зимний период и ранний весенний период, когда земля ещё замёрзшая, вызывает то, что называется морозобоины и солнечные ожоги. Всё очень-очень просто. Нужно взять бутылку и просто продеть её через крону. В том случае, если продеть её вот так вот насквозь, может и не получиться, потому что у меня здесь мало веточек. Всего-навсего основной побег и два боковых. Я продеть могу вот таким вот образом. Но в том случае, если у вас больше веточек и продеть у вас вот так не получится, вы просто-напросто разрежьте эту бутылку вдоль, вот так вот оденьте и затем вот так вот прихватите скотчем. И сделайте таких вот бутылок до той высоты, до которой укладывается снег, или же для которой могут быть риски повреждения грызунами, в том числе зайцами и кроликами. Что это даёт? Это белый цвет пластика не пропускает солнце, не пропускает солнечный свет. Вот так вот колеблющиеся наверху вот эти бутылки друг от друга, шуршащие, также будут создавать существенный механический такой звук, неприятный для зайцев, которые, как я уже сказал, довольно осторожки и опасаются подобного рода звуков. Таким образом, мы в полной мере, вот от самой земли до почти верхушки, если мы защитим вот таким образом эти стволики, они не будут повреждаться солнцем, они не будут повреждаться грызунами, и мы снимем все те проблемы, с которыми мы хотим бороться, например, побелкой или какими-то антисептиками. Ну, если вам всё-таки хочется протравить, как-то обработать этот стволик от болезней перед уходом уже окончательно в зиму, то не используйте ничего другого, используйте обыкновенный гипохлорид. Это белизна, отбеливатель белизна. Если он, в его составе вы прочитаете щёлочь или едкий натор, или что-то в этом роде, то возьмите наш рецепт с канала и сделайте обработку с помощью белизны и монофосфата калия. Это такой антисептик с активатором монофосфата калия. Если же здесь у вас такая же белизна, как у меня, где написано, что здесь больше 30% гипохлорид натрия и вода, и больше ничего, то прямо не разбавляя, ничего не делая, берёте и обрабатываете. Просто можно кисточкой, можно пульверизатором, только смотрите, чтобы на вас не попадало, потому что он довольно сильно отбеливает. Просто обработайте этот стволик, можно его промазать. И оденьте вот в такую вот броню. Можно ли использовать прозрачные бутылки? Можно использовать и прозрачные тоже. Солнечный свет, проходя через прозрачный пластик, в достаточной степени теряет ультрафиолет и свою энергию рассеивается. Конечно, вы можете покрасить какой-то любой краской такой пластик, но этого можно не делать. Единственное, что в отношении прозрачного пластика я вам рекомендую на каждую бутылку нанести 3-5 отверстий. Можете гвоздем горячим, можете как-то механически сделать эти отверстия, потому что все-таки некоторый парниковый эффект под этими бутылками, особенно если они плотно друг к другу будут, может наблюдаться. А перегрев стволика зимой и ранней весной для нас не является желательным. Отверстия дадут необходимую вентиляцию. Вот в таких белых бутылках перегрева не бойтесь, никаких дополнительных отверстий там делать не нужно. Что ж, это простой способ, который позволяет не только надежно защитить от грызунов, от солнца, от иссушающего морозного ветра молодой сад, но также и помогает сохранять природу, потому что мы вторично используем пластик, даем ему вторую жизнь. Это очень важно. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы. По мере возможности буду стараться на них отвечать. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова